Новая редакция положения ударит по тем, кто без разрешения ставит на муниципальной земле своё движимое имущество. Например, гараж. Авторы документа подробно расписали механизмы борьбы с такими нарушителями. Сначала отдел земельного контроля выдаёт предписание. Если через 10 дней хозяин имущества не устранит нарушение, его добро могут вывести на хранение по решению специальной комиссии. По этому положению предусматривается создание комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков и переносу объекта движимое имущество. Но персональный состав и положение о комиссии утверждается правовым актом Думы Финского городского округа. Проект положения о порядке освобождения незаконно занятых земельных участков прошёл лишь первое слушание в Узурийской думе. Документ включили в поездку дня в последний момент, и депутаты не успели ознакомиться со всеми положениями. Но народные избранники намерены поддерживать работу администрации в этом направлении. Если где-то мы ошибаемся, не по том пути, нас поправят органы отзора. Но смотреть на ситуацию, которая давно назрела, и навести порядок, я считаю, это с нашей стороны будет неправильно. И как максимально мы эффективно поработаем над этим документом, так и такие будут результаты в дальнейшем. Перечень наказов избирателей пополнился. На заседании Думы в этот список включили улицы Раздольную и Садовую. Оба объекта запланированы на этот год. На Раздольной будут заниматься как ямочным, так и капитальным ремонтом. Дорожное полотно местами в отвратительном состоянии. По улице Садовая в настоящее время вся техническая часть подготовлена. Техническая документация повторно размещена на площадке на проведение аукциона. Значит, 24 апреля. На настоящий момент, пока подрядчик не предъявлен, заявки не поступают. Бюджет Уссурийского округа за первый квартал этого года исполнен на 21%. По сравнению с таким же периодом 2014-го местный бюджет получил на 9 миллионов рублей больше. Однако депутатов беспокоили расходные статьи округа. Хорошее исполнение администрация показала по двум муниципальным программам. А восемь программ пока никак не финансировались. Уссурийские парламентарии попросили чиновников обратить особое внимание на эти показатели. Евгений Талов, Александр Анисимов, Телемикс.